Здравствуйте! Вы живёте в Санкт-Петербурге и выбираете школу для своего ребёнка. Хотите, чтобы ваш ребёнок получил глубокие знания и хороший старт в будущее? Рассмотрите Санкт-Петербургскую классическую гимназию 610. Здесь процесс обучения организован так, чтобы дать детям современное качественное образование. При этом гимназия сохраняет старые традиции классической гимназии. Образовательная программа гимназии учитывает изучение английского и немецкого языков, а также изучают ребята латыни, древнегреческие языки. Углублённое изучение математики, интеграция предметов естественно-научного цикла. Гимназия действительно заслуживает внимания. Поступить можно в пятый класс, это основной набор, и на дополнительные места в другие классы. Я представляю сегодня сообщество высококвалифицированных педагогов «Алые паруса». Каждый из нас имеет большой опыт работы в образовательных учреждениях нашей страны, а также опыт подготовки в профильные школы, гимназии и лицеи. Сегодня мы расскажем вам о вступительных экзаменах в пятый класс. И я передаю слово своей коллеге Ларисе Улитиной. Здравствуйте, уважаемые родители! Позвольте представиться. Я учитель русского языка и литературы, также по курсу мировой культуры. У меня есть программа. И сегодня я продолжаю тему подготовки к экзаменам пятый и шестой класса. Я коротко очень расскажу о себе. Я готовлю детей и к экзаменам школьным, к выпускным, и в профильных группах, в физмат-направлении, естественно, научного направления, гуманитарного направления. Мои дети участвуют в олимпиадах. В этом году много было поступлений в профильные школы. То есть работа идёт по широкому спектру возможностей и своих, и детей. Мне хотелось бы дать общую характеристику экзаменационного формата пятый класс. Ну, прежде всего, экзамен состоит из двух частей и носит форму комплексного экзамена. То есть в каждое задание включены те или иные межпредметные знания. Комплексный подход в целом в деятельности человека и в образовании, в частности, возник давно, в 70-е годы. Сейчас комплексная форма испытательных экзаменов очень распространена в профильных школах. И не только в профильных школах, но и при проверке знаний учащихся в текущем году. Межпредметные знания, умение их использовать для создания нового, это и даёт надпредметные умения, иначе говоря, метапредметные. Вот межпредметным знаниям уделяется достаточно большое внимание в экзаменационном формате школы профильные. Но и в школьной практике, не только на экзаменах профильные школы, мы тоже наблюдаем очень интересную попытку свести вот раздробленные предметные знания или попредметные в нечто единое, в более целостное представление о мире. Но будем говорить об этом как о попытке. В заданиях комплексной части экзамена для пятиклассника мы для струда увидим необходимость узнать доступное ему из курса математики, русского языка, географии, истории и вопросов культурно-исторической тематики. Подчеркну, что все задания требуют освоения навыков читательской грамотности. Мне хотелось бы вам представить, для примера, несколько заданий, которые придется сдавать ребятам, которые поступают в пятый класс. В частности, задание четыре из части первой. Для того, чтобы просто увидеть, как, в чем выражается и межпредметность, и комплексный подход. Вот в этом задании необходимо соотнести запись числа, существовавшую историческими западами около четырех тысяч лет назад, к записью арабскими цифрами. Что мы изучаем в подготовке, чтобы это задание было выполнено? Изучаем, конечно, не весь материал, который касается истории культуры, тематики, истории развития математики или еще что-то в древнем мире. Нет, мы изучаем отдельные аспекты, важные для нас. Ну, например, такие аспекты темы, как история Шумерско-Акадского письма, влияние вавилонской клинописи в нашу Мерско-Акадское письмо. Потому что мы видим, что здесь, на иллюстрации, это клинопись. Причем она была достаточно... Нескольких видов была клинопись в то время. Влияние финикийского письма на письма из Ближнего Востока. Нам придется с этим познакомиться, потому что будет непонятно, откуда же в злоскоре написано письмо, например, Шумере или Акаде. Ну, и изучается собственная история этого периода Ближнего Востока. Это уже предмет учителя по истории. Поэтому в подготовке нужны два педагога. По истории и русскому языку. Но по русскому языку в разделе сравнительное языкознание или история языков. В пятом задании, часть первая, содержатся примеры относящиеся к разделу сравнительного языкознания. В частности, нужно хорошо знать семантику корней в семье славянских языков. Ну, а если конкретнее коснуться того, что же там нужно знать в этом разделе, можно знать смысловые значения исконных корней славянских языков и раздел многозначности слов. Уметь выстроить словообразовательную цепочку. Это очень непростое занятие искать, откуда, от какого слова началось развитие вот этой вот смысла и словоформы. Нужно владеть такими понятиями, как гиперонимы и гипонимы. Это всё связанные, все эти три понятия. Владеть приёмами грамматического построения предложений. Потому что все эти формы и словоформы используются в чём предложении в речи нашей. Значит, нужно уметь правильно выстроить. Задание 6, оно здесь же находится. Тоже часть первая. Вот это задание построено на таком разделе логики, как рассуждение. И в частности, на основном понятии этого раздела силогизма. И более конкретно, в задании предлагается применить один из нескольких видов силогизма, а их, так скажем, достаточное количество. Для подготовки необходимо изучать раздел логики рассуждения. Чём очень внимательно, и это потребует достаточного объёма времени. Но я при этом должна сказать, что это необычайно полезный раздел логики. Потому что именно по этому принципу выстроен алгоритм сочинения рассуждений в школе, на экзамене, в 9 классе и в 11. И если бы в школе хотя бы чуть-чуть касались схем построения рассуждения, я думаю, что проблем у детей было бы гораздо меньше. Обобщая вот эту вот короткую информацию, хочу подвести итог. Что же всё-таки нужно знать для выполнения комплексных заданий, вот касающихся, например, языковой темы? Ну, во-первых, в целом нужно владеть развитыми навыками читательской грамотности. Это позволяет правильно извлекать нужную информацию из любого текста, в любом предмете. В частности, необходимо знание грамматического построения устной и письменной речи, знание законов построения рассуждения, а это законы. Необходимо иметь навык применения межпредметных знаний, иметь достаточно широкий кругозор на уровне 5-го и 6-го класса. И если вернуться к межпредметным знаниям, то это оказывается очень важным, вовлекая схему рассуждения, изученную схему рассуждения. Человек создает из знания по двум предметам нечто новое. Он создает новые мысли, новый продукт, новую идею. Ну и, конечно, нужно быть знакомым с историей культуры других стран, которые внесли вклад в общее знание человечества. Вот на этом я хочу закончить свое короткое рассуждение и сказать о том, что материалы и характеристика экзамена 6-го класса сюда не включена, потому что это несколько разные форматы экзамена. Поэтому мне кажется, что лучше делать это отдельно. И я думаю, что я и мои коллеги это сделаю в ближайшее время. Возможно, из своих страницах, возможно, кто-то запишет видео для вас. Всего доброго. Здравствуйте, уважаемые родители. Меня зовут Лариса Васильевна, и я преподаватель английского языка. У меня большой опыт преподавания и подготовки ребят к всевозможным экзаменам, в том числе и к государственным, и к кембриджским экзаменам. Готовлю к олимпиадам и проектно-исследовательским работам. Сейчас я скажу о тех требованиях, которые предъявляются для поступающих в пятый класс в гимназию. При поступлении ребята проходят собеседование в письменной и устной форме. В письменной части предоставляется тест по всем видам речевой деятельности. Есть текст на чтение с заданиями. Обычно это задание найти ответ на вопрос, верная или неверная информация. А также лексико-грамматический тест, который подразумевает проверку базовых знаний, приобретенных учеником за курс начальной школы. Обычно это степени сравнения прилагательных, множественное число существительных, притяжательный падеж существительных, разные формы местоимений. Далее времена настоящее простое, настоящее длительное, прошедшее простое и будущее простое время, а также некоторые конструкции, которые используются для выражения будущего времени. что касается лексики, то лексика в пределах изученных тем также за курс школы, за курс начальной школы. Это и семья, увлечения, игрушки, дом, комната, школа, спорт, времена, года, погода и так далее, что предусмотрено содержанием программы. по этим же темам проходит и устное собеседование, где ребята должны ответить на вопросы экзаменаторов в рамках разных тем. Обычно это начинается с личности ребенка, его увлечений, хобби, семья, питомцы и включаются и другие вопросы из разных тем и о спорте, и о школе. А также могут быть заданы вопросы по тексту, который был в письменной части собеседования или тестирования с элементами пересказа, может быть, даже. Я предлагаю подготовку со второго класса по одиннадцатый класс. Это группы разного уровня с разными запросами, а также в данный момент веду летний разговорный клуб для ребят, для начальной школы. Сейчас я веду счастливые каникулы, интересная программа и интенсивы по грамматике для тех ребят, кто хочет за лето подтянуть свои знания, освежить к сентябрю и пойти с хорошим стартом. Желаю хорошего лета и приглашаю на диагностику и на свои программы. А слово сейчас передаю коллегам математикам, которые познакомят вас с содержанием экзамена по их предметам. Здравствуйте, уважаемые родители. Меня зовут Юрзанова Яна Рудольфовна. Я репетитор по математике, изучаю с детьми базовую и углубленную школьную программу. В своем выступлении я хочу показать, как изменялись задания вступительных экзаменов в пятый класс, начиная с 2006 года. То есть, мы видим, что здесь предполагалось выполнить всего у нас всего два простых действия. Но числа, конечно, большие, я не спорю, но тем не менее, это очень простое задание даже для начальной школы. В 2012 году задание уже усложняется. Мы здесь видим, что здесь нужно выполнить три действия, но можно, конечно, перемножить числа, а можно сделать, выполнить решение следующим образом, как у меня показано на экране. Что для этого нужно детям? Нужно знать закон о умножении, нужно уметь видеть этот закон и нужно его уметь применять. Насколько я знаю, в начальной школе вот эти вот законы умножения вот на таком уровне, на глубоком, они не изучаются. Поэтому это нужно ребенка, ну так скажем, тренировать специально, чтобы он научился это видеть и научился использовать и научился считать рационально. Что значит считать рационально? Это означает, что вот не тупо перемножить, что 8 на 16, а потом 28 на 16, а вот так, как у меня показано. То есть у нас в конечном итоге мы видим, что у нас все умножение сводится 16 умножить на 90. То есть это можно при определенном навыке выполнить даже в уме. Далее, что мы видим. В 2018 году задание было очень интересное. Предлагалось 7 примеров и в каждом из этих примеров нужно было расставить скобки. Что нужно знать для того, чтобы выполнить это задание? нужно знать порядок действий в математике. То есть что у нас выполняется и зачем. Для отработки этого умения, как выполняются правильные действия, нужно время. Это нарабатывается не за одну неделю, даже не за месяц. Далее мы видим, что в 2021 году у нас задания еще больше усложнились. И для того, чтобы выполнить задания 2021-2023 годов, нам нужно знать признаки делимости, которые изучаются вообще-то в пятом или в шестом классе. Нужно знать свойства умножения, про которые я уже говорила ранее. А самое главное, нужно умение видеть эти свойства и применять их. Значит, я хочу немножечко вернуться к первому признаки делимости. За счет того, что они изучаются в пятом и шестом классе, для подготовки именно в 610-ю школу нужно опережающее обучение. То есть ребенок, поступая в пятый класс, должен обладать знаниями пятого класса, уже не четвертого. Ну, здесь примеры у меня приведены. То есть если знать вот то, что я показала, то можно выполнить вычисление достаточно быстро. И у нас сводится все к выполнению вычислений вот здесь умножения плюс сложения. Все. И задание этого года, оно тоже не совсем простое. Что опять нужно знать? Опять нужно знать свойства умножения, умение видеть это свойство, применять их. И вот что я хотела обратить внимание, что умение видеть это свойство, к сожалению, оно тоже нарабатывается не сразу, но на это нужно несколько месяцев. То есть ребенок должен целенаправленно научиться видеть, как ему посчитать здесь. То есть вот если разобрать опять решение примера, то у нас окончательное решение сводится к умножению двух чисел. Я благодарю вас за внимание и передаю слово своей коллеге Ании Дюсикеновой. Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые слушатели. Меня зовут Ания Дюсикенова. Я педагог по математике и информатике. Готовлю поступление в профильные школы подготовкой, занимаясь ЕГЭ, УГЭ, а также улучшением успеваемости. Подробнее обо мне мы в нем Телеграм-канале. Итак, хотела провести с вами обзор некоторых текстовых задач, которые были наступительных испытаний в пятый класс. Ученик, который поступает в пятый класс, должен уметь решать текстовые задачи, к примеру, на движение, на совместную работу. Решают обычно такие задачи с помощью уравнений. Это алгебраический способ, но в начальной школе этим способом не учат, учат в основном арифметическом способом. Причем этот способ развивает не только сообразительность, не только смекалку, но и развивает навыки умения ставить вопросы, отвечает на них, развивает естественный язык и готовит школьника к дальнейшему обучению. Ученик должен не просто прочитать задачу, а осмыслить ее, разделить возможные какие-то подзадачи, задать себе наводящие вопросы, исходя из того, что дано, какая здесь зависимость между значениями, между компонентами и спросить себя, дано ли нам расстояние, дана ли нам скорость, во сколько раз больше или меньше. То есть, получается, нужно выделить несколько компонентов при решении задач. Это словесное изложение сюжета, это нахождение функциональной зависимости между величинами и сопоставление числовых значений. А это развивается благодаря именно читательской грамотности. особенно интересны задачи с часами, так как современные дети, они пользуются цифровыми, а вот в текстовых задачах используются задачи на циферблат. В такой задаче необходимо понимание, как движутся стрелки, что значит, например, четверть часа, что означает полный оборот минутной стрелки. И, кроме того, нужно развивать пространственное мышление, это воображать себе эти часы с циферблатом либо рисовать себе то есть по это образным мышлением. Причем надо понимать, что часы представляют собой шестидесятичную систему счастливия. И это развивается благодаря кругозору ребенка. Тут представлена задача на совместную работу. опять же, эту задачу нужно сначала прочитать, правильно прочитать. Причем нужно представить эту ситуацию. Что происходит? Возможно разбить на какие-то смысловые части. Здесь раздевается именно на три части. Что еще можно сделать? Здесь в любом случае строится математическая модель. Это может быть схема, это может быть чертеж, таблица. И когда уже решается задача, мы решаем соответственно ее арифметически, но получив ответ, мы обязательно должны сопоставить этот ответ с вопросом задачи. А точно ли мы нашли именно ответ на вопрос, или нужно выполнить еще какие-то действия. Кроме читательской грамотности нужно еще развивать и логику, потому что логические задачи именно вкупе с алгоритмами часто применяются в таких вступительных испытаниях. Например, на данном слайде показана задача так называемая черная ящика, когда есть входная информация и что-то с ней происходит, по какому-то правилу, по какому-то алгоритму она преобразовывается и получается новая входная информация. Кроме того, что ребенок должен понимать а что за алгоритм здесь используется, он должен не только уметь кодировать информацию, но и декодировать, то есть используя данный алгоритм в обратном порядке. Ну и соответственно должен уметь составить на примере данного алгоритма свой новый алгоритм. И причем в задаче эти три вопроса рассматриваются и ведут ребенка к ответу. Итак, какие же основные придемы, что мы должны уметь делать, чему научить ребенка? Во-первых, это правильно слушать при воспроизведении задачи. Возможно представить себе эту ситуацию, разбить ее на части, на компоненты, переформулировать какие-то части задачи, обязательно построить себе материальную модель, задать себе наводящие вопросы, решить ее арифметически, соответственно получив ответ, понять, дан ли был ответ на вопрос задач. Так, ну, у меня на этом все, поэтому благодарю за внимание, учитывая, что в четвертом классе задача решается немножко иначе, чем в пятом классе, поэтому учитывать, какая у вас программа усложненная по Петерсону или это обычная программа, готовьтесь к поступительным испытаниям заранее. Благодарю за внимание. Передаю слово моей коллеге. Здравствуйте, друзья, родители, коллеги. Меня зовут Поллицына Любовь Кузьминишна, я преподаватель математики и физики. И сегодня в составе сообщества Алые паруса я рассмотрю задания, которые связаны с геометрией. Задания для поступающих в пятый класс классическую 610 гимназию города Санкт-Петербурга. Итак, первая задача геометрическая. Можно даже условия не смотреть, сразу видно, что речь идет о пространственной фигуре, о прямоугольном параллелепипеде и здесь упоминаются термины, геометрические термины уже, периметр, ширина, длина, высота. Следующая задача на следующем слайде. Она еще более сложная. Здесь уже речь идет о проекциях на определенные плоскости сложной пространственной фигуры, которую составляют из как некоторого количества кубиков. Данные вопросы изучаются в очень малом объеме. Если брать стандартную программу в общеобразовательных школах, начальной школе, то на изучение пространственных фигур остается всего один час. Естественно, чтобы подготовиться к решению таких довольно серьезных задач геометрических на пространственное мышление, на знание пространственных фигур, необходимо родителям заранее позаботиться и каким-то образом для своего ребенка подготовить обучение опережающее. На следующем слайде показан пример, который рассматривается в учебниках, которые уделяют внимание изучению пространственных фигур уже в третьем классе. И там довольно много задач есть. То есть родители должны изучить не только те учебники, которыми ребята в школе пользуются. Им надо ознакомиться, может быть воспользуются консультации взять у специалистов. Сейчас очень много разного рода кружков. Это тоже может ввести в заблуждение и ребенка, и родителей. То есть информации много, и желательно выстроить все-таки единую систему. На следующем слайде я как раз подвела итоги, выводы, что же нужно для решения геометрических задач. Прежде всего, так же, как уже говорили мои коллеги, это однозначно фундаментальное знание, смысловое чтение, то есть нужно выделить главные задачи, понять вопрос, вычислительные навыки, о которых говорили уже мои коллеги, здесь тоже методы рационального счета очень важны, и умение логически мыслить, то есть необходимо формировать функциональную грамотность. Кроме того, опережающее обучение, потому что курс геометрии в общеобразовательной школе начинается с 7 класса, в 10-11 изучается только геометрия в пространстве, стереометрия, то есть обязательно, обязательно нужно учесть и какие-то дополнительные знания ребенок, который хочет поступить в 6-10 гимназию, необходимо получить, кроме того, обращаю ваше внимание на то, что одни и те же факты, одни и те же знания, вопросы рассматриваются в начальной и средней школе по-разному, разные подходы, разные методики используются, и это ребенку создает определенные сложности. Вот здесь тоже необходимо позаботиться о единой целостной программе подготовки, то есть нужна преемственность обязательно, потому что ребенок при переходе изначально в среднюю школу и так испытывает стрелк, а если еще один и тот же математический и геометрический вопрос будет трактоваться по-разному, то это вызывает дополнительные трудности. Кроме геометрии, я хотела бы остановиться еще на вопросах, которые встречаются в комплексном тесте. Вот одно из заданий, в котором упоминаются такие науки анатомии, генетика, топология, этнография, экономика, материаловедение, механика и оптика. Это для будущих пятиклассников. Представляете, я как физик остановлюсь подробнее на оптике, на механике. То есть оптика изучается у нас, начинает изучаться только в восьмом классе. Вот здесь предлагают как раз фразу, которая редко используется для того, чтобы дети могли им полегче установить последовательность цветов, которые располагаются в радуге или в спектре. И им нужно подумать, для чего она используется, и вспомнить более распространенный, популярный, известный ее аналог. То есть каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это мы все слышали. А вот это уже как бы более редкое. Следующий вопрос, на который я хотела бы обратить внимание по физике, это здесь упоминается правило рычага. Это тоже изучается в седьмом классе, а потом в разделе статики в десятом классе. То есть пропедептика, опережающая обучение, предварительное обучение и здесь имеет место. Что бы я хотела сказать о том, как мы, как я лично решаю на своих уроках с ребятами, что мы делаем, чтобы усвоить знания, метапредметные знания. На следующем слайде я привожу фрагмент, маленький фрагмент, потому что таблица довольно большая, в которой мы заполняем вместе с ребятами и в которой указывается название прибора, устройства, механизма. Внешний вид обязательно, чтобы ребята могли наглядно представить. Кроме того, указываем, зачем нужно это устройство, для чего оно применяется, то есть назначение. И чтобы ребята понимали суть физических явлений, обязательно мы указываем принцип действия, на чем основан, какой физический закон используется. Кроме того, приводится ссылка, и это ссылка на видео об этом устройстве, об этом приборе или механизме, но видео очень краткое. по времени одна полторы минуты обязательно в действии показывается этот механизм. И заключение вывода, что я хочу сказать, что вы видите, что очень важно для того, чтобы успешно сдать комплексный тест, выполнить задание комплексного теста, необходимо всестороннее развитие ребенка, расширение полгозора, обучение по принципам метапредметности, формирование функциональной грамотности. И мы в рамках нашего сообщества предлагаем специальные программы для малышей. Как уже говорили мои коллеги, мы не охватываем весь курс статики или оптики, который изучается в седьмом классе или в восьмом классе. Нет, мы выделяем те физические явления допустим или химические, которые наиболее распространены, которые у всех на слуху, которые дети наблюдают вокруг себя в природе, в быту, те механизмы, которые они могут видеть. И показываем именно какова сущность этих явлений природных, технологических и других. Кроме того, я хотела бы обратить ваше внимание, важно обеспечить комфортные условия для того, чтобы ребенок подготовился к поступлению в такое серьезное учебное заведение. И здесь тоже важна работа в рамках одной команды предметников, когда сами учителя могут поделиться друг с другом сложностями, когда можно исключить перенапряжение ребенка, потому как объем все-таки информации немалый, и трудов приложить нужно много по времени тоже. Вот такая масштабная конечно подготовка, она связывает и родителей, и учеников, и целую команду предметников. Это в идеале. У меня все. Я благодарю вас за внимание. Приходите, записывайтесь, всего доброго, успешного поступления. А сейчас Виктория Королева представит свою часть экзамена. Добрый вечер, уважаемые родители, коллеги, кто нас будет смотреть в записи. Меня зовут Виктория Королева, я являюсь педагогом по истории, общества знаний и географии. У меня тоже есть опыт работы в образовательном учреждении. Моя основная деятельность это подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории общества знаний. Ну и также я готовлю ребят к Олимпиадам Перечневым и работаю с ребятами, которые поступают в профильные школы на гуманитарный профиль. И сегодня хочу как раз таки рассказать о экзамене в пятый класс по истории. Вообще в принципе комплексный тест по пятому классу если мы рассматриваем то большинство заданий как раз таки сводится к знаниям по истории русскому языку и литературе. Наши предметы занимают достаточно больший тест по сравнению с остальными. Но самое интересное что здесь происходит это то что большинство вопросов касается не только самой истории или литературы русского языка но всегда идут смежными с другими дисциплинами. Верните пожалуйста в предыдущий слайд. И как раз таки мы можем увидеть на данном слайде задание где ребята должны владеть знаниями не только по истории но и географии то есть достаточно высокий уровень знаний должен быть у поступающих в пятый класс это хорошо нужно владеть по географии знаниями не только стран и их столиц а также иметь представление какие государства омываются морями у каких государств нет доступа к морю то есть они владеют только сухопутными границами а какие страны у нас имеют выход как к морю так и сухопутные границы что еще стоит отметить что в большинстве случаев у нас идет опережение программы при поступлении в пятый класс то есть при поступлении в пятый класс выпускник четвертого класса общеобразовательной школы должен уже обладать полной программой пятого класса и как раз таки возвращаемся к смежности знаний с другими предметами комплексном экзамене этого года встречались такие смежные дисциплины как нумизматика когда ребятам были представлены задания с монетами нужно было угадать в какой стране они относятся и назвать столицу этих государств но достаточно интересным таким тоже заданием было задание где совмещались знания по химии и истории ребятам необходимо соотнести название химических элементов которые названы допустим часть людей географических названий героев мифов либо они являются придуманными вот как раз таки что касается знаний по следующему заданию я его упоминала это нумизматика то есть встречаются по истории и географии есть у нас с вами отдельные разделы изучающие что либо конкретно либо монеты либо гербы и так далее вот в этом году как раз таки встречались задания по монетам и как раз таки ребятам по отличительным признакам этих монет нужно было указать государство чтобы это сделать это нужно изучить историю этих стран что отличает эту страну от другой может быть какие-то символы власти животные обозначения может быть люди выдающиеся и так далее и только тогда ребенок может указать верно государство и власти вступительная кампания подразумевает именно знания по истории древнего мира в основном есть небольшое введение в историю России уделяется внимание истории самого города Санкт-Петербурга там есть задание к сожалению сейчас его не включила в презентацию ну и соответственно это задание по географии ну и как я уже сказала ранее встречаются задания на иеруси связанные со смежными науками истории и географии наши задачи каждого педагога который сегодня представлял задания и рассказывал их по сути это как раз таки научить ребят читательской грамотности потому что от правильно прочитанного текста достаточно много зависит особенно правильность выполнения заданий и соответственно получить баллов можно за работу больше также это эрудиция потому что очень много вопросов встречаются не касающихся школьной программы то есть допустим многие литературные произведения и произведения по истории древнего мира они не проходят с отдельным курсом школьной программы то есть должна быть самостоятельная начутанность ребят мы естественно с педагогом по русскому языку и литературе уделяем этому внимание готовы помочь и предоставить списки тех самых литературных и исторических текстов которые необходимы приступительной кампании пятый класс у меня в целом выступление окончено я благодарю вас всех за внимание приглашаю ваших детей на диагностике и обучение в группы для поступления как раз таки основная группа подготовки это четвертый класс и пятый класс это будущие шестиклассники которые в дальнейшем участвуют в доборе благодарю за внимание и приглашаю вас на обучение уважаемые родители мы вас благодарим за внимание если это видео было вам полезно поставьте лайк этому видео и тогда другие родители смогут также ознакомиться с этой информацией о вступительных экзаменах в шестой класс мы представим вам информацию на своих каналах уже индивидуально поэтому подписывайтесь на наши каналы следите за событиями и получайте свежую информацию мы с коллегами представляем обзоры школ и вступительных разбор вступительных экзаменов приглашаем вас на диагностику на подготовку и до встречи на новых эфирах всего доброго до свидания и до встречи